В этом видео вы узнаете о скале, где снимались сцены из Хроник Нардии, где в Чехии вы найдете пустыню, тундру и подобие джунглей, и как выглядят вторые самые крупные скальные лица в мире. Всем вазапи, с вами Николапи, и добро пожаловать на мое видео. Чехия – очень живописная страна. Ее старинные города и многочисленные замки ежегодно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира. Сегодня же я вам расскажу про разнообразную чешскую природу, которая таит в себе множество неожиданных сюрпризов. Я выбрал, по моему мнению, 10 самых курьезных и необычных мест, поэтому без лишних предусловий – погнали! В начале списка у нас Снежка, которая с высотой в 1603 метра над уровнем моря является самой высокой горой в Чехии. По Снежке проходит чешско-польская граница. И на ее вершине даже есть несколько построек. Конечная станция фуникулера от Снежкой, часовня ротонда Сватова-ля-Врентья высотой в 14 метров, каменный тригонометрический обелиск и так называемая польская болда с метеорологической станцией. Кроме того, здесь находится самое высокое чешское почтовое отделение. А откуда вы можете, к примеру, отправить открытку с почтовым штемпелем почта на Снежке? А неподалеку от Снежки находится самый высокий в Чехии пончарский водопад. А если вы пройдете еще где-то километр, то наткнетесь на источник реки Эльбы, которая протекает через Германию и впадает в Северное море. А теперь давайте отправимся на юг Чехии, где на границе с Австрией находится самое большое чешское озеро – водохранилище Липна. Поскольку Чехия не имеет выхода к морю, Липна часто называют Чешским морем, а одноименный курортный городок, находящийся на его побережье, привлекает многих чешских и иностранных туристов, которых ждет многочисленные круглогодичные спортивные и развлекательные мероприятия. А теперь давайте отправимся на северо-запад, в этот раз на границу с Германией. Здесь располагается национальный парк Чешская Швейцария, главной достопримечательностью которого являются Правчицкие ворота. Их высота составляет 16 метров. В 1826 году у их подножья был открыт ресторан, а пейзажи Правчицких ворот использовались в нескольких сценах фильма «Хроники Нарнии», «Лев», «Колдунья» и «Волшебный шкаф». Еще одно каменное образование в Чешской Швейцарии – это Панска скала, она же «Орган дьявола». Это базальтовая скала, образовавшаяся в третичный период вулканической активности и состоящая из необычных узких вертикальных трубок в сечении, похожих на пчелиные соты, действительно напоминает вырубленные в камне орган. Массивный утес полностью состоит из базальтовых пород, волею ветров, принявших вид многогранных колонн, уходящих ввысь на 12 метров. А раз уж мы заговорили о необычных каменных образованиях, то, думаю, стоит упомянуть еще один, который находится в крае высочина, и выглядит он вот так. А называется он «Диаблувак Продел», что в переводе означает «Задница дьявола». Если что, я это не придумал, можете загуглить, это весьма популярная туристическая аттракция «Край высочина», в основной для семей с детьми. Ну а теперь я вам расскажу о местах в Чехии, которые бы здесь человек, так сказать, не ожидал увидеть. К примеру, вы знали, что в Чехии есть несколько пустынь? Да, вы не ослышались, пустынь. Конечно, вы здесь не найдете песчаные дюны высотой в несколько десятков метров. Самая большая – это Пшесыпы у Рокитна, площадь которой составляет почти 7 гектаров. Однако самая известная пустыня в Чехии – это Пшесып у Волкова, которую называют Чешской Сахарой. Формируется она уже более 2 миллионов лет. В длину она составляет 80 метров, а из-за светлого песка здесь всегда на несколько градусов теплее, чем в округе. При этом в Чехии можно найти не только теплые аномалии. На севере, в национальном парке Краконоши, вы можете найти самую настоящую тундру. Дело в том, что вокруг горы Снежки возникла необычная экосистема, в которой соединяется арктическая и альпийская природа, уникальная в рамках всего мира. А еще в Чехии можно найти что-то вроде джунглей. Правда, это не совсем джунгли, а это так называемый пролес. А пролес – это лес, практически не затронутый человеком, сохранившийся в наиболее естественном состоянии. Это, конечно, звучит не так интересно, как джунгли, но это все же существует. А напоследок я выбрал скальные лица из песчаника под названием Чёртовы Головы, которые находятся в городке Желизы. Их автором является скульптор Вацлав Леви, вытесавший их в 1841 и 1846 годах. Их высота составляет 9 метров, и они являются вторыми самыми большими скальными лицами в мире, уступающими только Маунт Рашмур в Южной Дакоте. Ну что ж, друзья, это видео подходит к концу. Большое вам спасибо, что вы его досмотрели до конца, и если оно вам понравилось, то не стесняйтесь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, дабы не пропустить никаких новых видео от меня. Также можете в комментариях написать, какая тема, связанная с Чехией, и тем, что я делаю, вас интересует, и я, возможно, использую ее в будущем видео. Ну что ж, а я вам желаю хорошего дня или ночи, с вами был Николапи, до скорой встречи, пока! Массивный утес полностью состоит из базальтовых пород, волей ветра в принявших вид многогранных колонн. Жаль, я это тут описал. Массивный утес полностью состоит из базальтовых пород, волей ветра в принявших вид многогранных базальтовых... Кто это писал? Массивный утес полностью состоит из базальтовых пород, массивный утес полностью состоит из базальтовых пород, волей ветра в принявших вид многогранных колонн, уходящих ввысь на 12 метров. Сука, нельзя прочитать нормально. Массивный утес полностью состоит из базальтовых пород. Волю ветра в принявших вид многогранных колонн уходящих... Массивный утес полностью состоит...